я приветствую вас друзья мои если вы смотрите этот ролик значит вы находитесь на канале романа стрельникова на котором мы рассказываем о своих кроликах у нас на дворе конец февраля приближается весна и вот это самый оптимальный период для того чтобы задуматься о том что можно завести кроликов я думаю многие из вас и рано или поздно об этом задумаются кто-то уже об этом думает и сегодня я хочу открыть новую рубрику на своем канале она будет посвящена кролиководству а именно кролиководство для начинающих в этой рубрике мы попытаемся обсудить такие вопросы которые будут возникать у вас прежде чем вы хотите прежде чем вы займетесь кролиководством на какие нюансы нужно обратить внимание какую породу выбрать какой способ содержания и сегодня мы поговорим примерно о пяти основных вещах на которые вам стоит обратить внимание прежде чем начать заниматься кролиководством начинаем первое на мой взгляд самое важное решение которое вы должны принять прежде чем начать заниматься кроликами это готовы ли вы посвятить часть своего времени на то чтобы работать с животными а именно вам придется пожертвовать частично своей свободой то есть вы будете постоянно к ним привязаны и на длительный период времени вы никуда не уедете основные моменты которые у вас будут возникать при содержании животных это их обслуживание это раздача кормов при наличии различных кормушек это вам такую процедуру придется делать либо раз в сутки либо раз несколько дней зависимости от того какие кормушки вы выберете также это уборка клеток чистка навоза это поение и осмотр ежедневных животных которые необходимо делать обязательно второй вопрос который вы должны решить для себя прежде чем начать заниматься кролиководством после потери свободного времени это все таки направление вашей деятельности которые вы хотите избрать для себя либо вы хотите выращивать небольшое количество мяса для себя и кормить свою семью либо вы хотите продавать животных на племя либо вы хотите получать кроликов на мясо и продавать мясо вот из 2 из последнего из нашего пункта вытекает третий вопрос который обязательно нужно обсудить прежде чем заниматься кроликом если вы решите заниматься кроликами как для производства мяса и мясо вам желательно получать круглогодично вот в этом и вы из этого пункта вытекает следующий пункт эта система содержания если вы решите заниматься кроликами на мясо и получать от этого доход для своей семьи вы должны определиться где вы будете содержать животных вы будете содержать животных на улице но в этом случае вы не сможете скорее всего не сможете получать приплод круглый год потому что ввиду того что если это северный регион или средняя полоса на юге может быть это проще будет сделать но в нашем регионе достаточно проблематично будет получать окролы в зимнее время года на улице либо вы выбираете содержание животных в помещении но в этом случае тогда вам будет проще обслуживать животных вам будет проще их поить потому что поилки в помещении не будут замерзать и проще будет получать приплод в помещении приплод получать можно круглый год без проблем особенно если у вас есть возможность его оттапливать здесь проще делать все и поить и кормить и обслуживать и получать приплод Итак, вы определились с тем, что вы готовы пожертвовать своим свободным временем Второе, вы определились с направлением продуктивности, которое хотите выбрать для себя Третье, вы выбрали систему содержания, либо это будет улица, либо это будет помещение Четвертый нюанс, на который нужно обратить внимание, это выбор породы кроликов Начинающим кролиководам я бы не рекомендовал заниматься в начале своей деятельности Великанами, фландрами и другими достаточно сложными в разведении породами А рекомендовал бы начать либо с серебристой породы, либо я бы рекомендовал начать заниматься еще калифорнийскими кроликами Данные две породы, калифорнийские и серебристые, очень хорошие породы мясные Они неприхотливые по своей сути и зачастую прощают много ошибок кролиководам То есть в начале своей деятельности, прежде чем заводить кроликов, я бы рекомендовал обратить внимание Либо на калифорнийцев, либо на серебристых кроликов Пятый основной вопрос, который я бы хотел заострить на ваше внимание Это все-таки система содержания не в том плане, что это улица, либо это помещение А в плане того, какие клетки вы для себя выберете Если вы выберете для себя все-таки изначально для разведения крупные породы Такие как фландры, великаны, ризаны То вам обязательно понадобятся клетки большие по размеру И чтобы в них были деревянные полы обязательно Крупные породы нужно содержать на деревянных полах Их нельзя содержать на сетке Иначе они будут набивать себе натоптыши, будут набивать мозоль И очень быстро будут выходить из строя Поэтому я бы рекомендовал все-таки вам выбрать для разведения Вначале калифорнийскую, либо серебристую породу Эти кролики очень хорошо переносят сетку И в принципе никогда не бывает особенных проблем с ними Итак, если вы все-таки выберете для содержания своих кроликов Не деревянные клетки со сплошным деревянным полом А выберите все-таки для разведения калифорнийскую породу Либо серебристых кроликов То я бы рекомендовал использовать обычные клетки из сетки С сетчатыми полами Такие клетки, к сожалению, подойдут только для содержания кроликов в помещении Потому что здесь невозможно будет избавить кроликов от сквозняка А кролики сквозняка все-таки боятся Поэтому такие клетки лучше использовать в помещении Не использовать их на улице И в таких клетках лучше всего содержать Средние, либо мелкие породы кроликов Такие как серебристые, калифорнийские, новозеландские белые, новозеландские красные Я считаю, что эти клетки будут самыми оптимальными для содержания животных в помещении Еще одним из важных нюансов, которые вам нужно для себя решить в начале вашего занятия кролиководством Вы должны для себя определиться все-таки, как вы будете кормить животных Я не скажу, что это какой-то один из пунктов, которые вам нужно решить в самом начале Но это очень важно Почему? Если вы выберете кормление кроликов комбикормом То вы сможете сократить срок их от корма Потому что здесь в комбикорме, как правило, есть все необходимые питательные элементы На которых кролики достаточно интенсивно набирают вес Если вы будете кормить кроликов зерносмесями различными То есть целым зерном, либо какими-то дробленым зерном Либо будете кукурузу давать в початках То должны учитывать тот факт, что кролики будут расти чуть-чуть дольше, чем на комбикорме И от этого будет зависеть еще количество клеток То есть, либо вы будете кроликов забивать на мясо 4 месяца Либо будете в 5 и в 6 Итак, вы решили заняться кролиководством Какие основные моменты вам нужно учесть в начале вашего занятия? Первое, что вам нужно учесть, как я уже сказал Это то, что вы потеряете свободу перемещения Хотите вы того или нет, но вы будете вынуждены постоянно отрываться на общение с вашими животными Второе Вам нужно определиться с направлением продуктивности Либо это будет племенное разведение Либо это будет разведение кроликов только для себя на мясо Либо это будет производство мясов для получения прибыли какой-то Третье Вам нужно определиться с системой содержания Либо это будет улица, либо это будет помещение От этого будет зависеть то, как ритмично вы будете получать свою продукцию Четвертый момент Это выбор породы Все-таки вы видите у меня сейчас в руках Это мой калифорнийский кролик Я отдал предпочтение этим кроликам Потому что они растут лучше И дают продуктивность не хуже, чем великаны Но гораздо эффективнее их выращивать И пятый вопрос Основной, как я считаю Это все-таки выбор клеток для содержания То есть либо это будут деревянные клетки С деревянными сплошными полами Но тогда вам будет хуже их убирать и обслуживать Либо это будут сетчатые клетки В которых я собираюсь в этом году перевести свое поголовье И еще один из основных нюансов Который я не хочу нумеровать Это все-таки то, как вы будете кормить своих животных Либо вы будете кормить их комбикормами И будете получать интенсивно мясо Либо вы будете кормить зернозмесями Но период выращивания животных немножко увеличится На сегодня это все Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца Подписывайтесь на канал Напишите обязательно в своих комментариях Что вам понравилось и что вам не понравилось Не очень важно ваше мнение С вами был Роман Стрельников Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...